Уже судя по нынешним контурам стройки, такого центра в Хакасии никогда не было. Четыре корпуса плюс подсобные помещения, площадь и комфорт будущего медучреждения обещают соответствовать передовым стандартам. Не случайно правительство держит объект на особом контроле. Это одна из трех федеральных строек, которые должны завершиться до конца года. Между тем, начало этой стройки ознаменовалось скандалом, после которого генподрядчика пришлось сменить. Пришедшей в замен Косноярской компании «Монолитстрой» пришлось срочно наверстывать упущенное. Сейчас здесь трудится 250 человек. С каждой недели их будет больше. К концу недели мы привозим бетончиков. Им даем бетончиков в ночную смену еще 25 человек. То есть выходим на 280 человек. В марте будет у нас попараллельно производить работы по перегородкам. Внутри уже будем заходить. Зайдут инженерники по водопроводу канализации. Там уже будет по 300 и к лету у нас будет человек по 600, если не больше. На стройке работают в основном красноярцы. Местных кадров не более трети. В данном случае власти не диктуют свои правила. Главное, чтобы «Монолитстрой» сдал объект к концу года. Чем ближе тепло, тем сильнее будут наращиваться темпы работ, обещает генподрядчик. С марта здание будет расти по полтора этажа в месяц. Параллельно начнется отделка. Ошибок прошлого, когда рабочим задерживали зарплату и других проблем с финансированием, быть не должно. Впервые строители получили аванс в 20% от суммы контракта. 420 миллионов рублей подрядчик получил аванс. Соответственно, появилась возможность сразу же развернуть фронт работы, закупать необходимое оборудование. Для родильных палат, реанимации, операционных требуются особые коммуникации по поддержанию нужной температуры, влажности, кондиционированию воздуха, а также по бесперебойному обеспечению центра электричеством. Изначально планировалось, что это будет импортное оборудование. Но в связи с курсом евро генподрядчик вынужден переходить на российские аналоги. На их покупку запланирован миллиард рублей. Это треть от общей стоимости перинатального центра. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.